Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Мы снова вас приветствуем на канале Барсенхолл онлайн. И сегодня нас ждет обещанное, потому что мы много раз говорили, что этот канал создан не только и может быть не столько для бардовской песни, а сколько для получения нами с вами огромного удовольствия от профессионалов, от любителей, всех людей, кто любит музыку во всех ее проявлениях. И сегодня вот такой пример, тем более, что сегодня нам с вами будут петь замечательные студентки, студентки Международной гимназии Сколково. И сегодня прозвучат всеми любимые, множество всеми любимых песен. Это студентки класса педагога Ларисы Петровны Елынской, с которой мы часто встречаемся на нашем канале по разным причинам, в разных составах. А вот теперь мы увидим, что могут дети. И я вас уверяю, для многих это будет открытие, потому что дети могут гораздо больше, чем взрослые, на мой взгляд. Итак, встречайте виновники, виновницы сегодняшнего замечательного пиршества духа, слуха и зрения. Александра Бакальчук, Екатерина Бакальчук и педагог Лариса Елынская. Здравствуйте все! Мы хотим немножечко рассказать о нашей школе. У нас не школа, у нас гимназия, международная гимназия, которая существует шестой год. Она в совершенно замечательном месте, она находится на территории Сколково. Она находится в большом таком городе, в городе. И очень красивые у нас места, и самое главное, у нас изумительная гимназия. Во-первых, она красивая, во-вторых, она очень удобная. В-третьих, у нас есть прекрасные залы, инструменты есть. И вот там, помимо того, что девочки проходят, как в любой общепродательной школе, проходят основные программы и вполне успешно, у нас есть еще дополнительное образование. Дополнительное образование, оно очень широкое. Кто-то спортом занимается, кто-то любит музыку, кто-то, ну, по желанию, да, кто-то моделирует какие-то интересные вещи, тем более очень много у нас связано и с интернетом, и с компьютерами. А мы поем. Саша и Екатерина Бакальчук для меня тоже, в общем-то, хотя мы уже не первый год знакомы, все равно открытие, потому что, если с Сашей мы знакомы уже три года и поем вместе, то Катенька у нас запела в прошлом году и запела сразу, понимаете, вторым голосом. Это такая редкость большая. И программа у нас называется «От классики до наших дней». Все, что мы будем петь, это на сегодняшний день, наверное, все уже является классикой. И начнем мы с песни, которая относится к бардовскому жанру. Называется эта песня «Дельфиня», написала ее Новелла Матвейна. Набегают волны синие, зеленые, нет, синие, Как хамелеонов, миллионы, цвет меняя на ветру. Ласково цветет крицыния, она нежнее иния, Где-то есть земля, Телефиния и город Кенгуру. Это далеко, это далеко, да что же я туда уеду. Ах, ты будешь, ты, мой Боже, что там будет без меня? Пальмы без меня засохнут, розы без меня засохнут. Розы без меня, птицы без меня замолкнут. Вот что будет без меня, да, но без меня в который раз Уплыло судно дикобраз, как же я подобную беду Испамять из-за труб. А вчера пришло, 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 Ко мне письмо, письмо, письмо Со штампелем моей Телефинии, Со штампом Кенгуру. Белые конверты с почты, Розы как магнолии пахнут, как Жасмин, Но вот что пишет мне моя родня. Пальмы без меня, не солны без меня, не солны без меня, не солны без меня. Розы без меня, птицы без меня не молкнут. Как же это без меня? Набегают волны синие, зеленые, нет, синие. Набегают слезы горькие, смахну, стряхну, сотру. Лосково цветен к лицинея, она нежнее и нея. Где-то есть земля Телефиния и город Кенгуру. Лосково цветен к лицинея, она нежели без меня, не солны без меня, не солны без меня. Чтобы получше слышать, мой совет вам, слушать мне прямо от изгадки. Следующее у нас, пожалуй, единственное, считающееся классическим произведением. Она здесь тоже является классикой, конечно. Она называлась раньше так. Ава Мария, итальянского композитора Качини. Не так давно, во всяком случае, я так узнала, вообще такую очень интригующую историю, что на самом деле эту музыку написал советский композитор Владимир Вавинов. Летнист, гитарист, и написал он ее где-то в 60-х годах и выпустил альбом, который назывался «Летневая музыка». Вот с этой мелодии. Через 10 лет ее переложили на голос. И сейчас прозвучит Владимир Вавинов, Ава Мария. Можем, да? Ава Мария. 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 Ава. Ава Мария. Ава Мария. Ава. Теперь я хочу пригласить вторую сестру Катю. А Саша у нас сядет. У нас такие небольшие, ну как, не даже не блоки, а просто мы решили немножечко по темам разбить нашу музыку, потому что мир очень разнообразен, хочется очень многое успеть. Вот недавно был Новый год, недавно мы пели массу прекрасных новогодних песен, и вот три из них, они такие симпатичные, что мы очень сильно хотим вам их показать. Вот песенка Снежинки Шаинского, она совершенно, ну вот она не так давно ее узнала, она такая милая и такая легкая, и вообще Новый год еще был вчера, собственно, я не знаю, по восточному календарю, может, он еще даже не начался. Итак, песня Снежинки. Снежинки спускаются с неба, все ниже, все ниже, С игровой пушистого снега, все выше, все выше, Шаги уходящего года, все тише, все тише, А песенка Нового года, все ближе, все ближе, Слетят листки с календаря, останется листок, Последний вечер декабря придет волшебный срок, Из часы двенадцать раз, и Дед Мороз придет, И поведет с тобою нас счастливый Новый год. Снежинки спускаются с неба, все ниже, все ниже, Сугробы пушистого снега, все выше, все выше, Шаги уходящего года, все тише, все тише, А песенка Нового года, все ближе, все ближе, Нас встретит сказка в этот час под елочкой лесной, И попокинет больше нас ни летом, ни весной, И ждет нас чудо впереди, и в шутку, и всерьез, Скорее в гости приходи к нам, Дедушка Мороз, Снежинки спускаются с неба, все ниже, все ниже, Сугробы пушистого снега, все выше, все выше, Шаги уходящего года, все тише, все тише, А песенка Нового года, все ближе, все ближе, Все ближе, все ближе. И еще одна песенка, которая тоже меня в свое время потрясла, Своя очень симпатичная, очень веселая, совершенно замечательная поэт, Есть такой Усачев, который пишет потрясающие детские стихи, А музыка написал Максим Дунаевский, Называется эта песенка «Дедушка Мороз». Кто с огромнейшим мешком, через лес идет пешком, Может, это людоед? Нет! Шубу ватную одет, кто зажжет на елке свет, Может, это горсовет? Нет! Кто же это? Вот вопрос! Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, Дед Мороз! Кто приходит в Новый год и подарки всем несет, Может, это наш сосед? Нет! Кто наполнит каждый дом самым добрым волшебством, Чародей из других планет? Нет! Кто же это? Вот вопрос! Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, Дед Мороз! Дед Мороз! Браво! Вот теперь работает Слава у меня. Слава у меня работает, и это замечательно. Замечательно! Спасибо огромное! Я просто хотел сказать нашим слушателям, Которых целых уже 13 человек в зале, Их число растет! Кстати, вот уже одно сообщение. Добрый вечер всем! Какие замечательные девочки! И как им повезло с педагогом! А кто это? Лара Эл! Мы знаем, кто такая Лара Эл! Это из нашего круга, Это замечательная пара Лариса Ширикова И Александр Хигай, замечательный автор, Исполнитель Бородских песен. Спасибо большое за теплые слова! А мне повезло! С учениками! С такими ученицами! Конечно, конечно! А я бы все-таки хотел сказать всем слушателям, Которым, может быть, первый раз на нашем канале, Пожелание и совет такой! Слушать, слушать именно звук лучше не прямо из гаджетов, Там очень сильно режется, А или через наушники, Или через внешние усилители, Если есть такая возможность, Тогда вы получите полное удовольствие! Сашенька, на сцену! И третья песенка, Вот из нашего такого направления новогоднего, Это называется Песенка Че? Вальс? Снеж... Снегурочка. Вальс Снегурочки! Написала тот же Сава Максим Дунаевский! Кружится снежинок, Кружится снежинок, Хоровод На часах старинных, На часах старинных Полночь бьет, И зима раскрасит, И зима раскрасит Небосвод Белой краской Кто-то постучится, Кто-то постучится За окном Ёлка загорится, Ёлка загорится Волшебство И преобразится, И преобразится Все кругом С дневней сказкой И поднимется завеса И снегурочка Из леса Словно снежная принцесса Поплывет И плечится птица Тройка И летит Сбежится Столико И случится Это только Новый год Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла И поднимется Завеса И с ней курочка из леса, Словно снежная принцесса поплывёт. И включится птица-тройка, И детечка бежит за столика, И случится это только в Новый год. Саженька сейчас споёт песню Александра Вертинского, которая называется «Мальчик смотрит». Можно я скажу пару слов, прежде чем Александр споёт эту песню? Это вот то, о чём я говорил в самом начале. Один из сюрпризов, который для многих слушателей, особенно нашего бардовского круга, будет неожиданным, когда вот такие молодые, красивые, умные, талантливые дети поют не кого-нибудь, а всего лишь Александра Вертинского. И поверьте мне, и слушайте точнее. Мальчик смотрит, Белый пароходик Уплывает вдаль По горизонту Несмотря на ясную погоду Раскрывает дым На чёрный сонде Мальчик думает А я остался Снова не увижу дальних стран А зачем меня не догадался Взять с собою в море капитан Мальчик плачет Солнце смотрит свысе И прекрасно И прекрасно, видимо, ему Как на тот корабль Седые крысы Принесли Из-за в реки чуму Вот уснут Матросы В белом море Стихнет пар В коробочке Стальной И столкнётся В пароходик В море С ледяною Синюю стеной А на башне Рассуждает ангел Он стоит На самом видном месте Знает он Что капитан Из Англии Не вернётся Никогда К невесте Что уснёт Забытый Пароходик Где Об одну Цветы Несёт Река И моя Душа Смеясь Уходит По песку В костюме Моряка Да Браво 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 Александр Вот И Хелена Дацук Пишет Мои хорошие красотули У меня слёзы радости за вас Целую вас Это очень мило Тётя Галя Привет Ну а сейчас Мы споём песню Которую тоже Имеют Как-то Вот непонятно Мы не знаем Автора Музыки Песня называется Колыбельные русалки Я написала Стихи написал Арсений Тарковский Может кто-то услышит И Узнает Или кто-то знает Итак Западный ветер погнал облака Замет Глянула в зеркало, я уж не та, Канула в омут моя красота. Замуж не вышла, детей не качала я, Ах, почему ж я такая усталая? Гонит ко сну, меня тянет ко дну, Вот я прилягу, вот я усну. Свет мой кринка, лягушечья спинушка, Спи до весны, не кручися, Иринушка. Ах, почему ж я такая усталая? Ах, почему ж я такая усталая? Ах, почему ж я такая усталая? И вот этой песней мы начали небольшой наш отдел, Который посвящен маме. Это был диалог, в общем-то, мамы и мамы реки, мамы реки и русалки, а продолжаем и называется эта песня «Дочкина». Прежде чем вы продолжите, все-таки смотрите иногда на меня. Женя, тебя практически не видно. Вы должны чувствовать. А, чувствуете? Хорошо. Зачем смотреть? Чувствовать должны быть. Пожалуйста. Ирина Самсонова пишет «Класс! Браво!» с тремя, кстати, знаками «Браво!» Это я имею в виду по поводу предыдущей песни. Просто вы имеете в виду, что у нас есть некая задержка между, что происходит здесь и что видят люди там. Извините. Теперь, пожалуйста. Можем продолжить, да? Вот называется «Дочкина песня». Вот мамочка тут сидит, я хочу сказать два слова, это совершенно замечательная семья. И кроме этих двух чудесных волшебных девочек, еще одна девочка, она постарше. А есть еще два сыночка пятеро. Вот мамочка, мы вам прям восхищаемся. И дарим вам вот, вообще, дарим вообще весь этот концерт. Потому что, ну что, 8 марта у нас на носу. Итак, маме, дочкина песня. Сами лазим от цветочки, мама, не грусти. Для тебя, любимой дочке, весело цвести. Для тебя, любимой дочке, весело цвести. И меня с цветком так нежно мама обняла. Что раскрылся мой подснежник от ее тепла. Что раскрылся мой подснежник от ее тепла. Занимай зима метрами, нам ты не страшна. Улыбнусь, любимой маме, и придет весна. Улыбнусь, любимой маме, и придет весна. Мы можем продолжить? Спасибо, да. Вот побыстрее я бы пришла весна. Ты сегодня замело всех. Ну, 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 замела дима цветочки, ничего, она же придет. А еще одну песню. Да, я забыла сказать, что это была Татьяна Смирновая песня. А сейчас будет песня Владимира Мигули, которую наши, слушали наши мамы, когда моя даже мама, когда она была молодая. Вот, поэтому этой песне очень много лет, но тем не менее, я говорю, что классика, несмотря на то, что ты классика эстрады, и тем не менее, поговори со мною, маму. Недавно ли песни ты мне пела над колыбелью наклонясь? Но время птицей пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Да, вот и сказочные эти навек оставлю в сердце я. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдена, не жаль. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Детство подари. Молодцы, спасибо. Вот Игнат Ким пишет. Мощно, молодцы. Терция рулит. Я не знаю, что такое терция. Мне кажется, все-таки талант рулит. Какие-то музыки. Так что, Игнат, извините меня. А вот эта песня, которая получала гениальная песня, совершенно потрясающая композитора Мигуля. И мне послушала сейчас, мне кажется, это гимн молодого поколения, молодым родителям сегодняшнего дня. Извините. В чистом виде, в смысле, да. Но у нас... Можем продолжить, да. У нас сейчас все-таки очень много было лирики, и мы хотим немножечко встряхнуть, потому что, ну, такое настроение, сделать его более таким, более живым, и хотим спеть песню из кинофильма «Девчата пахмутовой», но не до Барамдавова, а на стихе Матусовского. Называется она песня, так и называется, «Девчата пахмутовская». Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе голосами своими поддерживают нас. То, поднимаясь в гору, то, опускаясь круто, лежит дорога наша, и не видно ей конца, и навсегда помогут в нелегкую минуту Наши верные руки и девичьи сердца, и навсегда помогут в нелегкую минуту Наши верные руки и девичьи сердца. Рано на рассвете и после трудной смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Хорошие девчата, заветные подруги Приветливые лица, огоньки, веселый глаз Ишь мы затянем песню, как все скворцы в округе Голосами своими поддерживают нас Ишь мы затянем песню, как все скворцы в округе Голосами своими поддерживают нас Теперь мы вот этой песне тоже открыли уже последний такой наш кусочек, который посвящен Котейка, ты садись Который посвящен нам у нас завтрашнему дню Завтра у нас, как известно, 14 февраля, день святого Валентина Мы, конечно, наша страна никакого отношения к этому не имеет И тем не менее, чего же не спеть-то про любовь Особенно в такой собачий холод Потому что вот как мы сюда ехали с малым Это же просто, вот вы знаете Пускай Москва тоже знает, как у нас провинцию заметают Особенно Сибирь, а мы из Сибири Итак, песня, которая сейчас прозвучит Она называется Песни из кинофильма А, из кинофильма Что ж такое-то Забыла Женина Музыку, слова, что он забыл? Все забыла Все забыла Так Дунаевский, Лебедев, Кумач Я забыла фильм Но песня Ани же из кинофильма Господи Господи Веселые ребята Веселые ребята Ребята, девчата Да, из кинофильма Ну действительно, ребята Ой, девчата у нас сегодня веселые Точно все Песня Ани из кинофильма Веселые ребята Наши веселые девчата Гритни Веселая девочка наша Сашенька Бакальчик сейчас споет Песня Ани Я вся горю Я вся горю Не пойму от чего Сердце, ну как же мне быть Ах, почему изо всех одного Можем мы в жизни любить Сердце, в груди Боятся, как птица И хочешь знать Что ждет впереди И хочется счастья добиться Радость поет, как весенний скворец В жизни тепла и светла А если бы, милая, десять сердец Все бы ему отдала Сердце, в груди Боятся, как птица И хочешь знать Что ждет впереди И хочется счастья добиться Не хватает мне тут рояля Ну на рояле, друзья Вас и так очень много Я просто читаю Анатолий Ким Погрузился в фильм Девчата Он же пишет Анатолий Ким Веселые девчата Это вы, наверное, все Действительно Действительно Веселые девчата И мы продолжаем Теперь я приглашаю Катю И тоже тематика одна Песня называется «Сорок семь минут у телефона» Написал Виктор Семенов И вот такая песня Сорок семь минут у телефона стою Иду по глазею в окно Ветер по асфальту разметает лесу Девчонки линяют в кино Разве как трудно номер набрать Зная, как сильно жду звонка Я что-то интересно Будешь завтра мне врать Случайно Соткнувшись со мной Это даже к лучшему, что нету звонка Ох, надо расстаться давно Мне уже не нравишься Ты, надо сказать Мне даже приятней одной Может, ты думал, я разозлюсь Как же сейчас всплочусь Даже вон идет мальчишка Захочу и влюблюсь Тогда вот побегай за мной Стрелки уже отмерили час В общем, ты не звонишь мне больше Если голос твой Я не услышу сейчас Придется звонить мне самой Так, ну что Опять Сашеньку приглашаем Она уходит? Она уходит Ты приходишь Катя А сейчас Катя тоже из кинофильма Моя любовь Поет песни Дунаевского Ждать любовь не надо И ждать, и ждать, и ждать Ладно Звать любовь не надо Явиться нежданно Счастье распахнет вокруг Он придет однажды Ласковый, желанный Самый настоящий друг Взглядом к нему проводишь День весь, как во сне проводишь Ночью лишь подружке Девичьей подружке Выскажешь свои мечты Если все не так Если все иначе Если ночь полна цветами Если сон бежит Если сердце плачет Плачет благодарными слезами Если целый мир Стал для сердца тесен Если воздух полон весен Если расставая встречи Однажды в темный непогожий вечер Ты придешь домой одна Медленно плоток развяжешь Слово никому не скажешь Ночью лишь подружке Ночью лишь подружке Девичьей подружке Выскажешь свою тоску Если все не так Если все иначе Если думать нету воли Если грудь теснит Если сердце плачет Плачет от немысказанной боли Если гни свои Этой болью меряешь Если ничего не веришь Если раздаваясь Встреч не ищешь Много Значит ты ушла Моя любовь Если все не так Если все иначе Если ночь полна цветами Если сон бежит Если сердце плачет Плачет благодарными слезами Если сон бежит Если сон бежит Стал для сердца тесен Если воздух полон песен Если раздаваясь Встречи ищешь вновь Значит ты пришла Моя любовь Замечательно Куча аплодисментов Замечательно Прошу Ну и мы уже молодцы Мы уже тут давно на сцене Я хочу Конечно поблагодарить Всех Тех кто Этот концерт Нам помог сделать Потому что конечно После таких долгих В общем Невозможности Выходить на сцену Это подарок Спасибо Спасибо Алине Викторовичу Спасибо Славовичу Большую Вот И мы уже перед концом Хотим спеть Одну из шедевров Бардовской песни Вообще музыки Вообще музыки Потому что В советской музыке Во всяком случае Пульмаря выбрал Единственную песню Которую он потом И положил на свой оркестр И взорвал За окном Пурга Метель Прямо как в этой песне Но мы хотим Всем пожелать Любви Мы хотим Всем пожелать Творчества Быстрейшего выхода Вот В широкий мир И Под музыку Вивальд Ярковский Никитин Молодой Ла-ла 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 Под музыку вивальди, 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 Под музыку вивальди, Под вьюгу за окном, Печалиться давайте, давайте, давайте Печалиться давайте об этом и о том Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко Вы слышите, как жалко, как беснадёжно, как Заплакали сеньоры и жёны и служанки Собаки на лежанках и дети на руках И стало так ясно, так ясно, так ясно Что на дворе ненасно, как на сердце у нас Что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна Что все мы будем счастливы, когда ему и Бог даст И только не молчала, не молчала, не молчала А после говорила, поставьте все сначала Мы все начнем сначала, любимый мой и так Под музыку Вивальти, Вивальти, Вивальти Под славный кламесин, под скрипок переливы Под забыванием юги Условимся друг друга Любить, чтобы ласил Ну и закончить мы хотим Или молчать И закончить мы хотим нашу песню Я не могу промолчать Нашу песню не задушишь, не убьешь Как пилась в одной замечательной песне Я думаю, что перед тем, как позвучит кода Замечательных девочек Мне хочется напомнить, что дорогие друзья Подписывайтесь на наш ютуб канал Чтобы смотрели все во всех концах нашей необъятной Не страны, но планеты Могли посмотреть в любое время дня и ночи Наших замечательных исполнителей, авторов, музыкантов И два слова буквально о ближайших планах Пока артисты договариваются В какой тональности, какую песню они будут петь Я понимаю Как обычно И откуда начинается текст Ближайшая трансляция будет 18 февраля в четверг Небольшое изменение У нас в гостях будет замечательный Барт Я бы сказал, философ на сегодня Юрий Лорес Следите за афишей В 20 часов в Москве А закончить мы хотим Наше сегодняшнее такое выступление Замечательные песни Из карнавальной ночи Называется она Улыбка Если вы нахмурясь Вы детей из дома Если вам не проразь солнечный денек Пусть вам улыбнется Как своей знакомой С вами вовсе не знакомый Сречный паренек И улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Если у вас любимый Кто-то другом был мне в счастье брошен И поступок этот в сердце вам проник Вспомните, как много есть друзей хороших Их у нас гораздо больше Вспомните о них И улыбка без сомнения И улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас И улыбка без сомнения И улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Браво, 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 Катерина Браво, Александра Браво, Лариса Елынская Сегодня с нами были и для нас И для вас пели Замечательные, талантливые Екатерина и Александр Бокальчук Студенты Ларисы Елынской Спасибо им огромное Действительно Я надеюсь, что кусочек Хорошего настроения Мы вам всем Особенно нашей девушке Красавице подарили И я надеюсь, что еще Со временем мы Будем расти В прямом и переносном смысле Я имею талант И мастерство И мы еще не раз Увидим этих замечательных Исполнительниц у нас В студии Поэтому всем вам огромное спасибо На этой оптимистической ноте Мы заканчиваем Всего вам хорошего Гребайте снег отовсюду Держитесь, люди Скоро лето Спасибо всем До свидания Берегите себя Ну давайте еще раз Поклонимся Три Четыре Один Три Четыре Один Три, два, четыре, один Я ошиблась Раз Я тоже Все уже, да? Четыре Четыре